Добрый день всем! Смотрите, приобрел себе вот такой обогреватель на цанговых баллонах. Это не китайский вот этот ширпотреб, как везде продают, а именно сертифицированная европейская продукция. Это изготовитель Польши. Вот посмотрите, это польский продукт. Он немножко отличается и качеством. Давайте посмотрим, что внутри. Что нам сюда положили. Вообще фирма, вот это вот сейчас, секунду, давайте я достану. Эта фирма у нас. Изначально эта фирма Тетчер ПРО, это американцы, но производят его в Польше. К нему идет еще такая вот инструкция. Давайте заберем коробочку, чтобы она не мешала. Инструкция на английском языке. Здесь, в принципе, все довольно понятно. Любой может разобраться. Смотрите, в чем заключается особенность его. Он здесь стоит, керамическая панелька, видите, такая беленькая. Она нагревается и дает очень много тепла. Его мощность, если перевести электроэнергию, 1,3 киловатта. 1300 ватт, работает он на обычных таких цанговых баллонах. Как работает? Давайте посмотрим. Открываем вот эту вот, такую, как сказать, я не знаю, емкость, не емкость. Снимайте колпачочек. Смотрите, в каждом баллоне, видите, есть такое вот отверстие, зазор. И им нужно попасть, вот, именно вот эта защелочка должна лечь в этот паз. По-другому он не будет работать. После чего вы закрываете и нажимаем вот этот рычажок до упора. Все, нажали. Затем обязательно вот это колечко. Сильно не надо его дергать. Аккуратненько, нежненько. Секунду, две, там, или три подержали. Даем газ до упора. И щелчок. Отпускаем колечко. Теперь все, пошло тепло. Теперь для того, чтобы вам лучше было видно, давайте я выключу свет. Смотрите. Сейчас вроде ничего не видно, но эта панелька сейчас очень сильно разогреется, покраснеет. Уже, видите, начинает краснеть. Вот так вот руку ставишь, уже очень горячо. Вот эта сама решетка, вот здесь он выдает 800 градусов по Цельсию. Очень сильно горячо. Не рекомендуется на нем сушить вещи. Ни в коем случае. Он просто загорится, ваши вещи. Вот когда она покраснела, смотрите, затем мы просто ставим на минимум. И в таком режиме он долго вам будет на одном баллоне давать тепло. В руководстве написано, что вот на среднем положении температурном он берет 72 грамма газа. Давайте его теперь посчитаем. Если в баллоне у нас находится 220 грамм, делим на 72, получается 3 часа работы. Но это на средней мощности. А если мы ставим на минимальное, то я думаю, он проработает где-то 3,5, а может быть и 4 часа. Вот сейчас он разогрелся на минимуме. И я довольно так удивлен. Очень много он дает тепла. Если его использовать в палатке, то у вас будет просто Ташкент. Вы будете в трусах. Также его можно использовать в неотапливаемых помещениях. Или если вдруг там отключили газ в доме, то одну комнату и можно реально нагреть. Причем без проблем, я думаю. Греет он очень хорошо. Есть такая вот ручка для переноски. Вот сейчас вот он разогрелся вообще. Класс! Я им очень доволен. Смотрите, вот. Он такой вот у нас. Здесь вот есть моделька указана, его мощность указана, европейская сертификация. Модель вот, если кому-то будет интересно. Я долго их выбирал и весь, можно так сказать, Алиэкспресс перерыл. Есть похожие, но они намного хуже. Мне не понравились. Я решил доложить чуть-чуть больше денежек и купить европейский, польский такой. Я им очень доволен. Греет хорошо. Вы посмотрите, это на минимуме. И насколько это днем сейчас мы снимаем. Раскаленная эта плита. А если на максимум поставить, даже не знаю, что будет. Ого, вообще, жара капец. В общем, классная штука, рекомендую. Ну и выключать как? Просто взяли. Оно потухло. И не забывайте, что тут оно еще будет горячее, еще минут 10. Ну и желательно потом, если вы не используете, баллон назад вот так отщелкнуть. И газ с баллона уже сюда не идет. Все. Рекомендую. Классная штука. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересных обзоров. Спасибо.